По многочисленным просьбам, сегодня вашему вниманию рецепт торта «Наполеон», который был заявлен в Инстаграме. Рецепт «Мамин» – это быстрое тесто. Здесь у меня 250 граммов муки. Это где-то грубо 2 стакана. И 200 граммов сливочного масла. Сливочное масло, вкусноте его. Для меня марка номер один в нашей стране, потому что соответствие жира в масле – это самое главное. Почему нам так нравятся французские круассаны? Почему нам так нравится французское слоеное тесто? Масло дает вот эту звонкую, тонкую, воздушную, пушистую структуру. От этого 82,5, которое вот здесь вот указано. Но еще, кроме того, конечно, оно действительно сладкое, сливочное. Итак, это масло я натираю на крупной терке. Это важно. Оно холодное, не надо замораживать масло. Хорошее масло не нуждается в заморозке. Если у вас масло не в состоянии вы его растопить, чтобы оно не растеклось, если вы не можете масло натереть, когда оно очень холодное, оно распадается в такие куски, знаете, такими комками, это значит, масло не вкуснотеивает, а значит, масло не с неправильной составляющей жира. Итак, натираю сливочное масло холодное. Вот так, на крупной терке. Вот такими это масло падает красивыми макаронинами. Терку, кстати, тоже можно поставить на несколько минут в морозилку, особенно если терка у вас металлическая, чтобы терка немножко тоже охладилась. И миску, в которую вы насыпаете муку. Мука, кстати, должна быть просеянная. Какая у нас с вами тематика встречи-то? Помните? Сладкое и соленое. Не забудьте посолить. Теперь вот это все, когда мы соединили, быстро рубим ножом. Нам нужно превратить муку с маслом вот в такую крошку, которая будет похожа на панировочные сухари, на измельченный орех какой-нибудь. Ну вот минут через 5-4-3 получается вот такая вот рубленная история. Дальше делаю вот такое небольшое углубление. В это углубление я вбиваю одно яйцо, добавляю щепотку сахара, совсем чуть-чуть, буквально чайная ложка, без горки. Одна столовая ложка водки, одна столовая ложка уксуса. И теперь 75 миллилитров холодной воды, ледяной, со льдом. И я теперь делаю тесто. Вот тесто замешиваем до однородного гладкого состояния. Тесто формируется в шар. Это примерно выглядит вот так, смотрите. Сейчас нам его нужно заморозить. Так, целлофановый мешок и в морозилку. На 15 минут. Пока тесто остужается, время не теряем, готовим крем. Мне нужно 500 миллилитров молока, которое мы с вами доводим до кипения на огонь. Нам к молоку нужно добавить ваниль. Вот так вот мы снимаем ванильные эти зернышки. И, конечно, просто само присутствие зернышек в этом креме, это уже песня и сказка. А я тем временем беру 4 желтка, уже отделила. Добавляю сюда 100 граммов сахара. Взбиваем. Проверяю, как там у меня молоко на плите, чтобы не было, как у Карлсона, у вас молоко убежало. Все хорошо. Оно начинает закипать, но у меня прям буквально есть те полторы минутки, которые мне нужны, чтобы добавить сюда 50 граммов крахмала. Очень важно крахмала добавлять в холодную субстанцию, то есть или в холодное молоко, или в холодные, вот как сейчас у меня, холодные желтки с сахаром. Тогда он не свернется, сделается однородным. Ну и получается вот такая красота. Теперь сюда я добавляю потихоньку горячее молоко с ванилью и взбиваю тут же. К оставшемуся молоку добавляю хорошо взбитые желтки с сахаром, крахмалом и возвращаю все это на очень медленный огонь. И теперь наша цель заварить все это так, чтобы получился плотный, густой, красивый, нежный крем. Тут самое главное не пропустить момент, когда крем у нас, посмотрите, вот он, видите, какая консистенция должна получиться. Ну представьте себе такая хорошая манная каша, да? И потом продолжаем еще вымешивать, и получается вот такая красота. Посмотрите, я добавляю 50 граммов сливочного масла для того, чтобы он стал чуть более нежным и чуть более насыщенным. Тут же только молоко, понимаете? Масло моментально тает, моментально крем становится нежнее. Это прямо даже визуально видно и уж тем более чувствуется венчиком. Вот это все очень важно охладить как следует. Но еще нам нужно, чтобы не получилась корочка сверху. Берем вот так вот пленку и аккуратненько ее прямо по поверхности распределяем на теплый крем. И вот теперь уже это можно отправить в холодное место. Я просто ставлю в холодильник. Тесто я вынимаю из морозилки. Я беру лист бумаги для выпечки. Теперь тесто разделяем. Сначала пополам. Нам понадобится какое-то количество муки, чтобы работать с тестом. И теперь раскатываю мое тесто в такой прямоугольный пласт. Дальше мы делаем вот таким вот образом. Сворачиваем тесто книжкой. И вот так. Получилась вот такая книжечка. И теперь вот эту книжечку еще на 15 минут отправляем в морозилку. Ну да, вот такое вот быстрое, ну, наверное, не самое быстрое на свете слоеное тесто. Но поверьте, результат того стоит. Возвращаюсь к своему слоеному тесту. И вот теперь посмотрите. Обязательно раскатывать его нужно таким образом, чтобы у вас с одной стороны оказался вот этот шов, да, вот там, где мы складывали тесто, а с другой стороны вот здесь, ну, вот как книжка, да, корешок книжки. И теперь раскатываем вот так вот. Теперь сворачиваем вот таким конвертом. Раз и два. Так, 15 минут. После третьей раскатки. Первая раскатка у нас была книжкой. Две последующие выглядят вот таким вот образом. Вот они. Теперь наша задача разделить этот корж на две ровные части. Я вот так немножко делаю его более плоским. Дальше разрезаю пополам. А вот тут вот уже еще раз пополам, еще раз пополам. И теперь еще раз пополам, еще раз пополам. И вот вам наглядно видно, что у нас получается 8 коржей. Эти 8 коржей уже могут отправляться в работу. Вернее, всего один из них сначала. Остальные должны отправиться обратно или в холодильник, или в морозильник. А вот этот коржик, который здесь остался, красавчик такой, начинаем раскатывать. Видите, вот видны слои. Вот они. И теперь вот из этого чудесного кусочка должен получиться небольшой корж. Раскатываем коржи для Наполеона тонко. Как только вы почувствовали, что у вас в руках тесто послушное, становится все тоньше и тоньше, Я беру бумагу для выпечки, укладываю тесто на эту бумагу. И теперь прямо на бумаге, вот аккуратненько, продолжаю раскатывать. Так. И теперь не волнуемся, что он у нас не очень равномерный, потому что у нас есть здесь тарелка. Ненужные края мы обрезаем. Так. Ну вот, идеальный размер. Теперь вот так вот гуляем вилкой по коржу. Корж отправляется на противень в духовке 200 градусов. И у меня температура горячий воздух. Выпекается он минут 5-7. Самое главное не проворонить. Итак, поступаем со всеми коржами. Итак, я вынимаю корж. Ну, в общем, таких нам нужно испечь 8 штук. Как только коржи готовы, они должны обязательно остыть. Это очень важно. То есть вы не можете работать с теплыми коржами. Но мы это время не теряем. Здесь у меня 300 миллилитров жирных сливок, 30%. Вот. Взбили. Холодный крем прямо из холодильника. Вот помните, как мы его пленочкой накрывали? Пленочку снимаем, и сразу видно, никакой корочки. И я ввожу в этот крем сливки. И получается, посмотрите, вот прямо на глазах, вы видите, насколько более воздушным он становится. И теперь те коржи, которые остыли целиком и полностью, начинаем выкладывать на форму. В крем нужно обязательно добавить пару столовых ложек рома. Итак, заканчиваю приготовление первого коржа. Крема не жалеем. Украшайте, чем хотите. Слушайте, шоколадная стружка, ягоды. Абсолютно любая история здесь приемлема. Можно испечь маленькие крошечные безе. Вот так вот обрабатываем. А вот дальше я беру и вот так вот аккуратно собираю эти кусочки. И вот теперь настало время взять вот такой блендер. Я выбираю самый загорелый корж и самый неправильный по форме. И взбиваем 2 секунды. Ну хорошо, 3. Получилась вот такая чудесная крошка. И вот теперь этой крошкой присыпаем края бока. Беру клубнику. Хвостики клубничные с точки зрения декорации сохраняю. Дальше я делаю так. Я не люблю геометрию украшений домашних десертов. Предпочитаю так, чтобы это было вот так вот слегка небрежно, но при этом художественно. У меня голубика, у меня ежевика. И теперь малина. Пошла, пошла, пошла. Мне кажется, очень нарядно вполне себе получилось. Ту клубнику, которую мы нарезали, я укладываю так, чтобы были видны зеленые хвостики. Обратите внимание, какая это красота. Ну и спросите меня, Юля, а что же ты будешь делать с этими крошками? Ты про них что, забыла что ли? Нет, я не забыла, я их съем. Хорошего вам дня и прекрасного настроения.